Своей любимой Что мне уже несколько воскресеньев Нечего проповедовать Ну просто нет слов Обычно у меня такой опыт То есть проповедую я около 30 лет Если вы поищите мои проповеди в ютуб пространстве Вы не найдете ни одной одинаковой проповеди Потому что это все откровения полученные ночью Утром перед самой проповедью Обычно вечером я молюсь в субботу И пока не получу слова не ложусь спать Я обычно получаю слово где-то к 3 часам ночи К 4 часам утра И потом спокойно ложусь и засыпаю Но вот эти последние несколько воскресеньев Я понимаю, что у меня абсолютно ничего нет И разберем, что я не могу нищу Я пустой Просто ложусь спокойно пустым Это мой какой-то новый уровень веры И я все равно верю в то, что я утром проснусь И что-то получу от Господа Потому что Бог не может оставить своих детей без пищи И обычно утром просыпаюсь в воскресенье И уже в самый последний момент получаю слово И обычно это слово ободрение И обикновенно това е слово на ободрявание Ободрение и ущевание беженцем И слава Богу за это И слава на Бога за това За Его любовь За Неговата любов За то, что лично у меня нет слов, чтобы утешить За това, че аз лично нямам думи, за да ги утеша Вот нету вот такой человеческой любви И нямам такова човешка любов Но слава Богу Слава на Бога Че имаме дух на утешител И Дух Святой знает, как утешить И Святый Дух знает, как утеша И вы знаете, утром я проснулся С утром я тоже забуду И читаю Открыл Корреспонденцию Утворю новини Потом смотрю Фейсбук Глядя на Фейсбук И на глаза попадается пост Светланы Спиваковой И научитами попадает публикация на Светланы Спивакова Ну это наш такой семейный друг Твоя наша семьян прятал Очень мощный спикер Тя е много мощен спикер Ну не всегда я с ней соглашаюсь Не винаги се согласявам с нея Но то, что она сегодня написала Оно настолько вот точно отражает Но това, което тя днес написала Много добре отразява Я даже спросил у Светланы разрешение Прочесть это сегодня И дори помолих Светлана За разрешение да прочита това днес И я прочту сегодня Ще прочита днес Так, то, что она написала Което тя написала Такая шапка Не кусайте руку тому, кто подает свою руку помощи беженцам И не отрезайте ее у пострадавших И не отрезайте ее от пострадавших Я хочу помочь вам сегодня Помочь нам Искам, да ви помогна, да не помогнате О состоянии беженцев сейчас За состояние, то на беженце сега Война далеко Война та и далеч А выйти хочется Искание се да Плачет Да плачешь Близкие там, где опасно И у нас есть причина ненавидеть агрессора Неосознанно мы переносим свою боль на местных жителей На Болгар Каждый из нас вкусил ядовитый коктейль чувств И всеки един от нас е упитал Този отровен вкус на чувствата На коктейл Страх Ненависть, горе, тревога Стыд, вина, неуверенность, бессилие, жалость, злоба Вина, бессилие Эмоции сменяли друг друга и мы успели отравить себя и своих детей ими Тези эмоции се сменяли през нас И сейчас другая волна стресса Начинает раздражать те, кто искренне принимал из-за нереальных наших ожиданий Нереальные ожидания И поэтому и разочарования Волонтеры все делают не так И тези, които не помогат волонтерите, правят не так, как то треба Военные очень медленно освобождают города Воените много бавно освобождават городовете И эта странна неблагодарность и злоба душите истощает нас самих И това странна неблагодарность не истощава нашите души и нас К сожалению, это последствия травмы и проявления боли Кто помогает беженцам Не принимайте негатив на свой счет Не принимайте тоже негатив за свою сметку Это неизбежное состояние, когда учимся проживать и сопротивляться И това и состояние, когда учим Да сопротивляем на эти чувства Вы сделали невероятное Открыли свои сердца и дома Вы утворите свои сердца и домовете Приняли пришельцев и накормили души страдающих А это значит Вы впустили Господа к себе в свой дом И наша благодарность проявится немного позже Но она обязательно проявится Когда мы научимся отделять боль Прощать себя и других Победим чувство вины и страха Когда переоценим то, что для нас сделано И при этом никто не обязан был это делать Когда поймем, что мог бы сценарий быть хуже лично для каждого из нас Осознаем, что это также ваш первый опыт И вы поступили достойно Че сте направили достойна ступка А мы неизвестно, как сами поступили бы И не се знае, как ние би реагирахме в тази ситуация И мы обязательно отблагодарим И покъсно ще ви благодарим Задължително Когда осознаем, что Бог так много сделал для нас через вас Когато осознаем, колко много Бог е направил через вас за нас А пока мы учимся жить в реалиях А сега се учим да живеем в реалност Которая нас сводит с ума Която не подлудява И мы прикрыли духовное опустошение своей болью И духовното не прознатое прикрыто с сболка И не сил сказать простое слово спасибо И не в моей силе докажем просто дума благодаря Да, мы очень нуждаемся в вашем сочувствии и поддержке Но поймите, как лучше нам помочь Но разберете, как по добре да не помогнати Ваше сострадание так ценно и важно Что без него было бы тяжело втройне Но не давайте нам, пожалуйста, утвердиться в состоянии безответственности Безпомощность И вседозволенности Ваше соучастие дает нам силу, которой у нас порой нет И ваше соучастие не дава сили, които нямаме понякога Но не позволяйте нам быть инвалидами Делая за нас то, что мы можем делать сами Но не позволяйте да сме инвалиди Да правите това, което ние можем сами да направим Подобре вярвайте в нас, пробуждая нашу силу и уверенность Помогите нам снова поверить в Бога любящего и заботливого Помогнете ни отново да повярваме в Бог обичащ и грижащ Когда мы проходим путь сомнений и отчаяния Когато минаваме преспытно сомнение и отчаяния А с нами ли Бог? С нас ли Бог? Не позволяйте нам превратиться в жертву И некогда не се преврнем в жертву Не позволяйте нам манипулировать вами И не позволяйте да ви манипулираме С вашей помощью С вашим радушием Безпомощность опасна Безпомощность много опасна А мы с руками, ногами и мозгами Не смеси с реце, крака и мозг И нам важно научиться жить по-новому И важно да се научим да живеем от нового Лучшая ваша помощь Научить нас жить в новой стране Да не научите да живеем в новой стране Расскажите правила, установите границы Расскажите ни правила Покажите границы Где вы помогаете, а где мы справимся сами А където можете да помогнете А където трябва сами да се справим Будьте рядом, чтобы знать Да будете до нас, за да знаят Что мы, мы не сами Че не сме сами Мы не одни Не сме самотни Знакомьте, вовлекайте в жизнь общество Запознавайте ни Показвайте ни живота на обществото тук В городские традиции В городските традиции тук Приглашайте нас помогать другим Канете ни да помогаме на други хора Помогите в изучение языка Помогнете ни в изучение языка Устрой детей в школу Да Заведем децата си на училище Разобраться с экономикой и возможностями Да разберем каква е экономиката тук И да разберем возможностите си тук Разспрашивайте о нашей семье и о нашей культуре Питайте за нашето семейство и нашето культура Говорите нам Говорите ни Че сме ви нужни Помогите нам жить по-новому Помогнете ни да живем отново Огромная благодарность каждому Огромная благодарность на всеки Кто протянул свою руку помощь Който и дал своя рука на помощь Аминь Аминь Я специально зачитал это Нарочно прочитал това Потому что читаю, что это очень важно Услышать болгарам За что ты мислят, что това много важно Да чуят болгарите Всем те, кто живет в Болгарии И всички, които живеят в Болгарии И кто сегодня откликнулся на чужое горе И всеки, кто помогал в това трудно ситуация На чужую беду И кто помогал в чужда беда И слава Богу, что наша церковь активно в этом участвует И слава Богу, что наша церковь активно участвует в това И мы помогаем также найти работу И помогаем хората Да си намерят работа И найти жилье Да си намерят жилище Мы буквально Позавчера ездили в другой город И помогали тоже проводить презентацию одной беженки И помогнахме Да провежда презентация една беженка И у нас было такое прекрасное общение с ней И имахме много чудесного общения с ней И усещах, че Бог харесва това И Неговето свято помазание на нас На тех, кто участвует в этом На тези, които участват в това Които преживява За тези, на които чужда болка е като своя И ваше горе, как наше горе И сегодня у меня такая будет проповедь И несколько вам такого проповедь Оно касается призвания И давайте мы вместе откроем место Послание к римлянам апостол Павел Восьмая глава С 28 стиха От 28 стих И знаете, там есть знаменитый стих Который мы все вместе периодически цитируем Но давайте сегодня мы его рассмотрим так В контексте Можно ли этот стих цитирует везде и во всем Дали можем този стих да го цитираме во всичко Много прост стих И он говорит о том Той казва за това Че А мы знаем Че знаем Че любящим Бога Че тези, които любят Бога И призваны по Его соизволению Които са призвания според Неговото намерение Все содействует ко благу Че всичко содействует за добро Ну вот мы верующие, мы любим периодически повторять эти слова Но давайте поглубже сегодня попытаемся разобраться И поэтому я сегодня прочитаю вот этот пассаж Чуть-чуть позже расскажу о всей главе И из 28 стиха написано На проекторе можно читать перевод Притом знаем, что любящим Бога призваны по Его изволению Все содействует ко благу Ибо кого Он предузнал, того и предопределил Быть подобными образу Сына Своего Дабы Он был первородным между многими братьями А кого Он предопределил, тех и призвал А кого призвал, тех и оправдал А кого оправдал, тех и прославил Что же сказать на это? Если Бог за нас То кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил Но предал Его за всех нас Как с Ним не дарует нам и всего? Аллилуйя Как нам хочется, чтобы нам Можно было бы Его наследовать все Как не сись, когда Он наследим всичку Все, что касается Божьего Царства Ну, вы знаете, это нам дается Только как приложение Вместе с Ним Вместе с Иисусом Христом То есть, если Иисус Христос дан нам То логично, правда? Что нам также дано все то, что принадлежит Иисусу Христу Его Царство Царство Небес Но когда мы это реально получаем? Но когда мы это реально получаем? Вы знаете Вот сегодня тема призвания К чему в основном нас призывает Господь? Я думаю, что все вы согласитесь, что это Великое поручение Иисуса Христа Которое написано в Евангелии от Матфея 28 главе И там написано так Евангелие от Матфея 28 глава 19-20 стихи Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа Учая их соблюдать все, что я повелел вам и сей я с вами во все дни до скончания века Аминь Вот это поручение Оно для кого написано? За кого написано? Только ли для апостолов? Только ли для пастырей? Только ли для евангелистов? Только ли для пророков? Я думаю, мы все понимаем, что это для всех нас Независимо, какое служение ты несешь Независимо, какое служение избрешь Это послание касается лично тебя И мы всеми фибрами своей души Те, которые назвались христианами Стараемся выполнять это призвание И это да и аминь Но так же написано, но не все из вас апостолы И все из вас пастора И в послании к эфисянам в 4 главе Я в последнее время часто открываю этот стих Как раз таки написано про всех нас 4 глава эфисянам с 11 стиха И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями Учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения По лукавству человека, по хитрому искусству обольщения Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос Из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей При действии в свою меру каждого члена Скажи каждого Значит, в том числе и меня, правда? Получает превращение для созидания самого себя в любви Аминь И вот здесь, вы знаете, я бы хотел дать несколько таких критериев Критериев того, как ты можешь узнать, что ты призван Вот мы прочитали послание к римлянам, восьмая глава И там написано, что кого Бог предизбрал Того и призвал Кого призвал, того и оправдал И вы знаете, на самом деле, о том, что призвание Оно каким-то образом связано С тем, в ком это совершилось Бог возлюбил нас еще прежде сотворения этого мира И вот это призвание Оно лежит еще прежде сотворения мира И сокрыто оно Только во Христе Иисусе И только в нем оно может реализоваться То есть сам собственными силами я свое призвание исполнить не могу Какой-то степень оно уже реализовалось В някаква степень то вече се реализировало Две тысячи лет тому назад Преди две хиляди години Во Христе Иисусе В Иисус Христос Когато Иисус Христос сказал такова фраза Когато Иисус Христос сказал такова фраза Одно единственное слово Свершилось То есть я уже все сделал Вече направих всичко Во Христе Иисусе мы имеем полноту Мы имеем победу Но это как-то надо вот так преломить Трябва да го преломим Как хлеб, который преломился Рыбки, которые преломились И рыбата И накормили очень много народу, правда? И те се нахранили много-много хора И вы знаете, вот я как отличаю призвание Я понимаю, что я к чему-то был призван Я вошел в тело Господне Через то, что я покаялся И оставил власть греха Потому что именно для этого Иисус Христос умер Чтобы освободить меня от власти греха Вошел в тело Господне через водное гречение Влязох в Господното тяло Через крещение Духом Святым Через крещението на Святия Дух Бог продолжает нас крестить огнем Иногда, правда? И по-накуя Бог продолжава Да не крещава с огнем За то, чтобы наша вера Она была как золото Семикратно очищена огнем Чуть-чуть позже я понял, что я помазан на учительство И малко покъсно разбрах, че съм помазан за учительство Рукоположили на учителя Библии И мне нравилось проповедовать В 90-е годы, когда было пробуждение Я вот уже это несколько раз говорил Я мог 3-4 часа говорить, проповедовать без остановки Один раз в нашем зале сидел один ветеран афганской войны И в нашем зале имаше ветеран на афганской войны Это был страшный хулиган Той беше много хулиган Хулиган, хулиган има ли такова дума? Гулям хулиган Он беше гулям хулиган Когда он вернулся с Афганистана Когато то есть вернул от Афганистана Он был командиром боевого подразделения И видно, что-то в голове его перевернулось И он пошел там по военным складам Подкупил какого-то прапорщика И выкупил у него РПК Что такое РПК? Кто воевал, тот знает Рушной полемет Калашникова И представляете В нашем районе, в Майкудыка В нашем городе В бандитском городе И в нашем бандитском городе Один человек бегал с РПК И один человек бегал со ствол ружи И периодически из него постреливал И никто не мог с ним собладать Он держал в страхе весь целый район И один раз местные казахи решили его наказать Они его подловили И в принципе они хотели его убить Пинали его толпой Прыгали у него на голове От него остался один большой синяк И когда увидели, что он мертвый Они разбежались Приехала скорая И до идеи успешно Сделали ему дефибрилляцию Искусственное дыхание легких И он ожил И через какое-то время Через несколько месяцев Он вышел из больницы Он был уже такой Постравматический синдром Едва-едва разговаривал Руки не слушались Рецеты не са били ему послушни Меня пригласили к нему В качестве доктора Я немножко пытался ему помочь И се опитвал да ему помогна малко Но это было невозможно Но това беше невозможно Но по крайней мере он уверовал И он пришел к нам в церковь Той дойде на церква Седна в нашата зала И все знали, что это бивший преступник И он сидел и слушал меня Той сидеше и ме слушаше А я проповеду уже три часа И аз проповедувам вече три часа И в един момент А с ним рядом сидел второй пастор И до него сидел Сидеше друг пастор А он такой Он как ребенок стал Той стана като дитей И он так поднимает руку Той вдига така реката Показва върху мен Говорит Я не понимаю Я не понимаю Откуда он берет слова Не разбирам откъде взима думи Потому что вы так три часа Без остановки разговариваете Говорит, говорить, говорить Говорит Я даже так думать не могу Но через какое-то время Он получил рождение свыше И с ним начали происходить Коренные перемены Он начал понимать то, Что написано в Библии И для нас это было самое главное Потому что мы знали Что дальше его поведет Дух Святой Че после Ще го води Святия Дух Аминь И Чуть попозже я узнал о том Что есть призвание пастора И малко покъсно научих Че имам призвание на пастор Я даю согласие И давам согласие Что мне предложили Рукоположение Да ме ръкоположат като пастор Рукоположили на пастор И ме ръкоположиха като пастор И потом через какое-то время Рукоположили на миссионера В 2008 году И отправили меня в Болгарию И я прибыл сюда с супругой Вместе в качестве миссионера И вы знаете, что мы пережили Мы пережили Что это призвание Оно было от Бога И мы реально помазаны Потому что Бог со всех сторон Начал подтверждать Через знамения, чудеса Исцеление Просто какие-то невероятные события Начали происходить Вы знаете, я хотел бы сегодня Просто привести такой пример Я прочту место Из первого послания Тимофея Шестая глава Шестая глава С семнадцатого по девятнадцатый стихи От с двенадцати до двенадцати стих Здесь написано Итог пищи Богатых в настоящем веке Увещевают, чтобы они Невысоко думали о себе И уповали не на богатство неверное Но на Бога живого Дающего нам Все обильно И что написано Для наслаждения Чтобы они благодетельствовали Богатели добрыми делами Были щедры и общительны Собирая себе сокровища Доброе основание для будущего Чтобы достигнуть Вечной жизни Вы знаете, вот это Слово наслаждение И тази дума наслаждение Искам да ви дам Ена подсказка За младежите Кто ищет себя только ищет Който все още Трсит себе си Много важно Да намерите своето призвание И да чуете от Бога Към какво точно Сме с тези призвание И вы знаете Какво е критерия И какво е критерия Это наслаждение Това е наслаждаването Вы знаете То к чему я призван Това к което См призван И то что я делаю Во Христе Иисусе И което правя В Иисус Христос Мне доставляет наслаждение Трябва да не дава Наслаждение То есть это Не тяжело делать Я себя Не насилую Я себя не заставляю Я давно понял Что когда ты делаешь Свое призвание Тебе от этого хорошо Знаете Иисус Христос говорит Заповеди мои Не тяжкие Его заповеди Не тяжело исполнять И знаете Вы сегодня можете Определить Когда ты что-то делаешь И тебе это нравится Значит ты в это призван Когда ты от чего-то Получаешь Настоящее наслаждение Не плотское Не телесное А наслаждение В Духе Святом А удовольствие В Святее Дух Например Кто-то начал петь Сегодня Марина Поет И я вижу Что она кайфует Я с вами Виждам Че я получаю Удовольствие От вас Ей классно А нам классно От того что ей классно Правда Руслан начинает говорить Я смотрю Он кайфует И виждам Че на него Му харес Ему хорошо А нам хорошо От того что ему хорошо Правда На нас не добре За что то на него И добре Как и в притчах Написано Как хорошо нам Быть вместе Когда кто-то Помазан И делит Со своим Призвание И делает То что к чему Он призван Нам всем Становится Очень хорошо На всички На всички не стало Много добре Поэтому сегодня Я хотел поделиться Это важной Вестью И затова Днес Искам Да Споделят Тази Важна Весть Делай Только то Чего ты Получаешь Наслаждение Во Святом Духе Совершенную радость Которую У тебя Никто Никто Не сможет Отнять Когда ты Не теряешь Совершенного мира А наоборот Еще больше Шалом Приходит В твое сердце И знаете Еще кое-что Я хочу сказать В притчах Шестнадцатая глава Только один Третий стих В притче Шестнадцатая глава Самый третий стих Там написано Одно Очень уникальное Такое выражение И оно написано Так Да Правильно На болгарском языке Потому что иногда Бывает смещение Придай Господу Дела твои И предприятия твои Совершаться И вы знаете Речь идет О посвящении Я хочу сегодня Сказать Что вся Вот эта Восьмая глава Послания к римлянам Это глава Посвящения И давайте Мы в этом Разберемся Можно просто Прочесть Начало Восьмая глава И как Восьмая глава Заканчивается И как Осмая глава Свершу Первый стих Говорит В послании К римлянам Восьмая глава Итак Нет Нет Ныне Никакого Осуждения Тем Которые Во Христе Иисусе Живут Не по плоти Но по духу И дальше Описываются Мысли Истинные Утверждения Истинные Как Как Живут Те Которые Которые Приняли Решение Жить Не по плоти А по духу Нет Ныне Никакого Осуждения Тем Которые Живут Не по плоти А по духу Пятый стих Ибо Живущие По плоти О плотском Помышляют А живущие По духу О духовном Помышление Плотские Суть Смерти Помышление Духовной Жизни И мир И вот Это Очень важно Девятый стих Но вы Не по плоти Живете А по духу Если только Дух Божий Живет В вас Если же Кто Духа Христова Не имеет Тот И не Его А если Христос В вас То тело Мертво Для греха Но Дух Жив Для Праведности И Ви Обаче Не сте Плотские Духовни Ако Живе В вас Божий Дух Но Ако Няма Христов Дух Той Не Негов Обаче Ако Христос В вас То При Все Че Тя Той Мертво Пу Ради Греха Дух Жив Пу Ради Правда Та И Последний Стих Я Приведу И Здесь Даже Два Стиха Это 38 И 39 Ибо Я Уверен Что Ни Смерть Ни Жизнь Ни Ангелы Ни Начало Ни Силы Ни Настоящее Ни Будущее Ни Ни Глубина Ни Другая Какая Тварь Не Можат Отлучить Нас От Люби Божи Во Христе Исусе Господи Нашем Понеже Сем Уверен Че Ни Смрт Ни Живот Ни Ангели Ни Власти Ни Ни Сегашно Ни Бъдеще Ни Сили Ни Ни Височина Ни Длъбочина Ни Кое Друго Създание Ще Можат Да Ни Отлучват Божи Любов Която В Христа Исус Наш Господ Как Мислите За какво Си Говори Тук Тук Си Говори За Посвещение Так Можат Написать Толка Посвещенный Человек Кто Посвещен Полностью И целиком Без остатка Дух Душа И тела Духа Душата И тяло И от Теозии Някой Е казал Много Добре Кто Наистина Е познал Любов На Христос Цялата Дълбочина На Бащен Любов Който Наистина Е Посвещен Того Отлучить Невозможно Той Не Може Да Б Отлучен Потому что Он Погружен Просто Потоплен И Еще Ему Что Необходимо Это Держаться Вот Этой Первой Любви Не Выходить Из Этого Потока Из Этого Посвещения О чем Я Се Как Днес Говоря Кой Убича Бог Писание Говорит Кто Любит Бог Тот Любит Бог И Это Слова Иисус Христа Кто Исполняет Заповеди Его Можете Сказать На это Амин Потому что Много Люди Сегодня Говорят Мы Любим Бог ЛГБТ Тоже Говорит Мы Любим Бог И Бог Любит Нас Такие Какие Мы Есть И Вы Нас Любите Такие Какие Мы Знаете Я Хотел Коротку Мысль Сказать Кратко Мысль Когда К Лоту Пришли Ангелы Для Того Чтобы Уже Окончательно Вывести Из Содома Из Гаморы Пришли Местные Жители Содомяне Содомяне Или Содомите Правильно И Жители Гаморы Я Скажу Сегодня Такое Своими Словами И Что Они Предложили Лоту Они Предложили Ему Лучшее Что У них Было Своим Хорошо Занимались Сексом И Они Предложили Заняться Сексом С Ангелами Это Перевод Говорит Вы Введите Этих Ангелов К Нам Чтобы Мы Познали Мы Им Покажем Как Мы Любим Понимаете Насколько Мышление Этих Людей Было Уже Извращено Они Были Уверены Что Они Сделают Что Невероятно Крутое Но Такую Любовь Покажут И У Бога Такой Любви Нет Но Понимаете Что Потом Произошло Ангелы Ослепили Этих Людей Вывели Семью Лота А Вот Эти Два Города Просто Попалили Огнем Просто Сожгли Просто Их Сожгли Знаете Совсем Недавно Давно Уже Не Приходили Ко Мне Как К Доктору Приходят Двое Семейная Пара Он Он И Он И И Двое Примерно Двое Я Честно Говорю Я Не Знаю В Моей Душе Еще Есть Какое Такое Сметение Я Не Знаю Как Себя Вести Я Обычно Рассказываю Просто Я Просто Рассказываю Историю О Содоме Игуморе И Говорю Знаете Я Не Осуждаю Вас Ну Просто Писание Говорит Вот Так Последствия Очень Тяжелые Бог Любит Вас Но Он Ненавидит То Что Вы Делаете И Называете Белое Белое А Черное Называете Черное То Что Вы Делаете Это Очень Плохо Но Мы Не Осуждаем Вас И Просто Раз Я Говорил Простую Мысль И Последняя Пат Каз И Исус Христос Пришел На землю Не для того Чтобы судить Этот мир А для того Чтобы Оправдать Его Но Последнее Время Во время Второго Пришествия Когда Иисус Вернется Он Вернется В каком Качестве Это Его Слова Последнее Время Я Приду Для того Чтобы Судить Этот мир Последнето Время Ще Дойде За да Усъди Този Свят И Неговия Суд Ще Бъде Справедлив Каждый Получит По своим Телам И Всеки Ще Получи Според Делата Си Слава Богу Че Верующие В Иисус Христа На Суд Не Приходит Я Сегодня Уже Заключаю Заканчиваю Заключаю Такую Мысль Что Мы Можем Сказать Ты Мой Бог Ты Мой Господь Ты Полностью Мой И Все То Что У Тебя Приготовлено Для Меня Это Все Мое Только В одном Случай Когда Я Полностью Целиком Его Вы Знаете Мы Всего Лишь Отвечаем Правда Мы Отвечаем Любовью На Любовь Бог Призывает Нас Любить Его Потому Что Он Первый Нас Любит И Мы Познаем Его Любовь И Вот Кто Познал Эту Любовь Но Эта Любовь Не Может Быть Безответной Правда И Мы Посвящены Ему Когда Для Нас Приходит Важное Откровение Что Иисус Христос Полностью И Целиком Посвящен Нам 24 Часа В Сутки Сед Днем Нед Он Посвящен Нам 365 Дни В Год Но Только Тогда Мы Можем Видеть Реальность Его Посвящения Когда Наши Жизни Посвящены Ему Когда Я Прочитал Пророка Исаия Шестая Глава И Бог Ищет Людей Кого Мне Послать Бог Призывает Но Нужно Еще Откликнуться И Сказать Им Вот Я Как Исаия Сказал Возьми Меня Делай То Что Ты Хочешь Очень Хороший Пример Это Армия Я Служил В Армии И Я Когда-то Давал Присягу То Меня Призвали Призвах Призвание Мне Нужно Было Дать Присягу Присягнуть И Мы Вместе Там Взвод Рота Полк Дивизия Давали Вот Такую Клятву Понятно Что Это Мирской Пример Но Он Довольно Точный Господь Нас Призывает Но Мне Надо Сказать Ему Да Согласиться С Ним И Позволить Ему Делать То Что Он Хочет Я Сегодня Хочу Вас Привлечь Таким Примером Когда-то Мы С Наташей Мы Посвятили Своей Жизни Христу Интересно Было Наше Знакомство И Когда Я Сделал Наташей Предложение Да Будьте За меня Замуж И Через Какое-то Время Наташа Дала Соглас Но Я Сказал Так Наташа Я Должен Тебя Предупредить Что В моей Жизни Бог Будет Занимать Всегда Первое Место Ты Меня Пожалуйста За Это Прости И Только Потом Я Буду Любить Тебя Через Какое-то Время Наташа Мне Отвесила Ты Меня Тоже Извини И Прости И У меня Бог Будет Занимать Первое Место Ты Всегда Будешь Только На Второе Место Согласен Ты Согласен Согласен Я Думаю Что Именно По Тебя Причина Наш Союз Он Очень Прочный В этом Году Будем Празднать 29 Лет Наша Совместная Жизнь Мы Счастливы В нашем Браке И Бог Нас Очень Сильно Благословляет И Я Понимаю За что Потому Что Мы Полностью Сокрыты В Божьей Славе Потому Что Мы Оба Посвящены И Мы Можем Смело Сказать Господь Мы Твой Народ Мы Твои И Ты Наш Ты Наш Бог И Мы Твои Дети Поэтому У меня Сегодня Опять же Еще Один Такой Призыв В прошлый Раз Мы Молились С молитвой Посвящением Я Еще раз Повторю Эту Мысль Что Эта Молитва Она Очень Интимная И Я Бо Не Хотел Никого Принуждать К Этой Молитвы Я Глубоко Верю В Читого Личного Откровения За Всех И Таз Молитва С Извыш В Тайной Таста Я Хотел Как Проповедник Просто Оповестить Вас Что Мы Все Призваны Но Не Всички Са Дали Съгласие Просто Позволяйте Господа Делайте То Что Он Хочет Аллилуйя Давайте Склоним Наши Серца Коротко Помолим С Господь Дай нам И С Глубоко Сознание Глубоко Дал Вот Даже Первый Псалом Говорит Так Блажен Муж Который Не ходит На Совет Нечестивых Не Стоит На Пути Грешных И Не Сидит В Собрании Развратителей Но В Законе Господа В В Некова И Неговия Закон Он Размышляет День И Ночь И Будет Он Как Дерево Посаженное При потоках Вод Плод Которого Приносит Каждый Во время Своё И Лист Которого Не Вянет Смотрите Как Написано Хорошо И Во Все Что Он Не Делает Успеет Большое Благословение Ожидает Только Тех Кто Непрестанно Помышляет О Законе Господнем О Новых Заповедях О Новом Завете О Делах Иисус Христа О Заповедях Иисус Христа О Том Что Он Вооружил Нас О Том Что Мы Во Все Оружие Находимся О Что У Нас Есть Абсолютно Все Что Противостать Дьяволу И Наша Война Не Против Крови И Плоти Но Против Начальство Против Мироправителей Тьмы Века Сего Против Духов Злобы Поднебес И Победа Она Уже Наша И Тази Победа В Иисус Христос Благодаря Ти Скъпи Бог За то Что Ты Свою Жизнь Посветил Нам И Ти Проложил Для нас Дорогу И Направил Пут За нас И Мы Входим Коцу Только Через Теб И Широки Врата Которые Ведут В Погибель И Многие Идут Им И Очень Тесны Врата Ведущие В Царствие Небесное И Лишь Немногие Находят Его Помоги Господи Найти Этот Путь Каждому Из нас На Всех Един И Помочь Еще Кому И Помочь Нам На Ошт И Хора Благодаряйте За Твое Слово Божье За Новые Заповеди За Твой Совершенный Закон В Духе И И За То Что Мы Можем Днед Верить И Доверять Всемогущему Богу И Что Мы Оправданы Сегодня Верой Не По делам Нашим Но Верой Во Всемогущего Иисус Христа Спасибо Тебе Иисус Господь Помоги Еще Кому Посвети Свою Жизнь Тебе Слава Тебе Отец Сын И Святой Дух Аминь Аминь Слава Нашему Богу У Нас Еще Есть Время Может Марина Не Вижу Где Руслан Может Споете Еще